Почему в Украине ввели эти монеты? Какие монеты 1, 2, 5 и 10 гривен стоят дорого? Где продать, чтобы заработать? И эксклюзив этого выпуска 50 копеек с гербом с обеих сторон. Супер фартовая монета. Привет друзья! Получил больше тысячи сообщений от вас в инстаграм в директ по поводу новых монет 1, 2, 5 и 10 гривен и записываю этот ролик, так как нет возможности всем ответить быстро. Перед началом этого видео покажу вам 10 гривен юбилейную монету покрытую настоящим золотом 999 пробы. Так как мой канал идет к 100 тысячам подписчиков в этом видео будет подарок для моих зрителей. Я разыграю вот эту монету. 2 гривны из прошлого видео отправляются этому победителю. А в этом выпуске мы разыграем юбилейную монету 10 гривен покрытую настоящим золотом. Условия будут очень простые. Смотрите дальше видео. И друзья, хочу попросить вас подписаться на канал. Кстати, это будет одним из двух условий участия в розыгрыше. Да-да, сделайте это прямо сейчас, чтобы потом не забыть. Ну что, получилось? Погнали! Да, новые монеты могут стоить дорого. И это показывают продажи этих монет на электронных торгах Виолити. Больше 2000 гривен за 5 гривен монетой. Но начнем с того, почему ввели 1, 2, 5, 10 гривен именно монетами и убрали мелкие номиналы. Секрет довольно прост. В том, что изготавливать монеты из латуни и мелких номиналов просто невыгодно для государства, так как металл сам по себе стоит дороже номинала. Еще в 1996 году искали способы, как удешевить монеты и производить не латунные. Например, в книге «Первый монетный двор» есть заметка о том, что проводились работы по замене металлов на более дешевые и с разными покрытиями. Вы видите перед своими глазами 50 копеек пробные 1996 года. Но сделаны они на магнитной заготовке с покрытием. Вот проверим их на магнит. Как видите, они притягиваются. А вот обычные 50 копеек 1996 года они не притягиваются. Кстати, дальше эта информация будет очень полезна. Получается, главная задача новых монет просто удешевить стоимость их производства. Конечно, ну еще инфляция и падение курса гривны. Поэтому выводят из обращения монеты малого номинала. Просто производство их дороже стоит, чем сам номинал. Еще немного об этом экземпляре перед тем, как перейдем к новым монетам и их стоимости. Как понять, что это проба? Мы видим, что с обеих сторон отчеканен аверс монеты. Аверс – это там, где указано герб и страна. Это изделие произведено на Луганском станкостроительном заводе и является пробой. Получается, что тогда думали, как заменить эти монеты на другой металл и сделали вот такой вот пробный жетон. Существуют такие пробы в небольшом количестве. Они очень интересны коллекционерам. У меня в коллекции вот есть это. Ну, если вам эта тема интересна, напишите мне в комментариях, и я сниму подробный ролик, почему именно герб-герб здесь сделаны. Напишите в комментариях. Ну, и переходим к новым монетам. Первое, что реально и можно поискать в новых монетах, это, конечно, браки. Хоть производство у нас и довольно современное, недавно начали производить эти монеты, но уже встречаются браки, которые ценятся коллекционерами. И подписчики мне их регулярно присылают. Самый дорогой на данный момент это поворот Аверса относительно Риверса. На Виолите мы видим, что они были куплены за более чем 2000 гривен. И люди находили такие монетки в разных городах Украины. И думаю, каждому стоит проверять такие монетки перед тем, как вы платите. Например, 5 гривен. Еще не находили монеты 10 гривен с таким соотношением сторон, но вполне вероятно, что такие браки могут быть найдены. Так что внимательно просматривайте. Возможен и наплыв металла на новые монеты, такие как 1, 2, 5 и 10 гривен. Но чаще всего он стоит не очень дорого, потому что тема довольно новая. Следующий вариант это не про чекан. Вот как это выглядит. Это бывало и в прошлых монетах. Ну, как я понял, некоторые умельцы уже сейчас пробуют самостоятельно такое делать, но это легко проверяется по весу монеты. И подобные не про чеканы я покупаю к себе в коллекцию, так что если у вас есть, напишите мне в инстаграм, ссылка будет в описании. Мы видим, что могут попадаться случайно в оборот и заготовки под монету. Вот, например, в прошлом видео я показывал монетку 10 гривен, а точнее заготовку под эту монету. Ну, думаю, они не будут сильно дорого стоить, так как мы не знаем, какое количество этих заготовок будет найдено в будущем, но в целом это довольно интересно, особенно сейчас, когда у нас актуальна тема новых монет, новых 10 гривен 2020 года, 2021 года. Так что если у вас есть такая заготовка, пожалуйста, предложите мне в инстаграм, я с радостью куплю. На Виолите она была продана за более чем 600 гривен. Следующий вариант, это монеты не из родного металла, как вот эти вот пробные 50 копеек 96 года. Видите, обычная монета не притягивается магнитом, а эта притягивается. Так если вы встретите 1 и 2 гривны, которые не липнут к магниту, возможно, как раз они из другого металла и стоят дорого. Проверьте обязательно у себя ваши монетки. А, например, 5 и 10 гривен, которые, ну, очень сильно прилипают к магниту, и их с трудом можно отсоединить. Такие монетки также могут стоить дорого. И последний вариант, я скажу, но это крайне маленький шанс встретить данные монеты, это пробные 5 и 10 гривен 2018 года. НБУ сказали, что тираж по 10 штук каждой монеты. Ну, разве что их сделали больше, и они попали в оборот. Ну, такое, конечно, в истории чеканки монет бывало, но шансы не очень большие, хотя я бы такую монетку с радостью показал вам на обзоре. Друзья, и давайте перейдем к конкурсу. Для участия в розыгрыше на юбилейный 10 гривен, покрытый настоящим золотом, это делала компания Золотой Слой. Просто будьте подписчиком моего канала и поделитесь этим видео в группе или просто с одним человеком, в Viber, в Telegram, в WhatsApp, где угодно. Я определю победителя среди ваших комментариев, как только у меня будет на канале 100 тысяч подписчиков. Мы вместе к этому идем, и это будет довольно быстро. И по традиции, кто досмотрел до этого момента, начинайте свои комментарии с фразы «Бабки в шапку» или «Фартовый коллекционер». И удача и успех всегда будет с вами. До встречи в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok